Спортивное питание известно спортсменам уже давно. При его появлении мнения о пользе его были совершенно разные. Кто-то поддерживал такую необходимость, кто-то критиковал. Сегодня многие уже давно оценили положительные качества спортивных добавок и витаминов. Но остались еще также скептики, уверенные в обратном. Особенно непросто переубедить во вреде спортивного питания новичков, которые не имеют еще полного представления о том, что же это есть на самом деле. Попробую вкратце ответить на часто негативные мнения, которые встречаются в нашем обществе. Есть определенный процент людей, которые полагают, что спортивное питание купить очень сложно и что это химический продукт. На самом деле ничего подобного сказать о нем нельзя. Это только натуральные компоненты, которые производятся путем современной обработки. В процессе их изготовления из продуктов добывают полезные вещества, а все жиры и калории исключают. Таким образом прием спортивного питания позволяет пополнить наш организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Еще одно неверное утверждение, что спортивные добавки влияют на выделительную и пищеварительную системы, а именно перегружают ее. В действительности спортивное питание это нечто иное. Это пищевые добавки, которые не могут совершенно влиять на пищеварительную систему. Поэтому питание спортсмена ни в коем случае не может состоять исключительно из добавок, только в комплексе с полноценным здоровым питанием в качестве дополнения. Кроме того, новички обычно уверены, что спортивное питание это совершенно не нужное дополнение к рациону. И при комплексном и грамотном подходе к повседневному приему пищи все необходимые вещества можно получить из обычных продуктов. Конечно, витамины и минералы имеются в продуктах питания. Только для того, чтобы получить необходимую ежедневную дозу, порой нужно съесть такое количество тех или иных продуктов, которые и под силу человеку. Еще одна известная ошибка. При физических нагрузках невнимательное отношение к реакции своего организма на спорт. Известно, что физические нагрузки это стресс для нашего организма. Кроме того, во время занятий спортом многие необходимые вещества вымываются вместе с потом, а необходимость в них при этом сохраняется. Поэтому для качественного и быстрого пополнения их нет ничего лучше спортивного питания. Кроме того, оно позволяет улучшить состояние спортсмена во время тренировки, снизить стресс организма после нее и достичь необходимый результат намного быстрее и без ущерба для нашего здоровья, без истощения. И напоследок хотелось бы отметить обытующем мнении про дороговизу спортивного питания. Нельзя сказать о том, что оно дешево, но и говорить о том, что многим оно недоступно, также не имеет смысла. Во-первых, сами занятия спортом тоже не бесплатны, поэтому обычно люди с низким достатком не могут себе позволить ходить в серенажерный зал. Но дело даже не в этом. При наличии приема спортивного питания у человека отпадает необходимость приема многих продуктов, питания которыми требовалось для поддержания нормального уровня витаминов и микроэлементов. А значит и затраты на обычные продукты снижаются. Вопросов о вреде спортивного добавок много и до сих пор еще возникают предубеждения о несовесообразности их применения и побочных эффектах. Говорить, что побочных эффектов быть не может, совершенно нельзя. Они могут возникать при неправильном приеме и неграмотном подходе к питанию. А для того, чтобы этого избежать, необходима консультация специалиста. Замечу, что любой опытный доктор и профессиональный тренер может посоветовать спортивное питание в том количестве, которое необходимо именно при достижении определенной цели. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok